Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня продолжаем напряженный разговор. Что день грядущий, я бы сказал, что несколько ближайших дней, грядущих дней нам готовят. Об этом сегодня говорим с моими гостями в студии Илья Фролов, главный аналитик Сбербанка. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. И Евгений Шиленков, директор департамента активных операций инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Прошу-ка я все-таки на всякие слуги, несмотря на ужасную погоду за бортом, как настроение у вас, скажите мне, друзья. Да ничего вроде. Ничего вроде. Илья, ужасное настроение, да? Ну, давай только честно говорим. Оно такое. Вот. Нейтральное такое же, наверное, как рынок. Нейтральное. Как рынок последний. Или ужасное, как погода. Ну, да ладно, бог с ней с погодой. Это действительно разговор о рынке, прежде всего, нас волнует в любую погоду. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон в студию 6510-99,6. Звоните, спрашивайте, делитесь своими настроениями. Либо все это можете опубликовать на сайте финам.фм. Ну что ж, пробежим. Пробежим по рынкам. Беглый взгляд на текущую картину масла. Итак, в настоящее время американцы открылись и слегка проседают основные индикаторы фондового рынка Америки. Доу Джонс минус 0,2%. СНП 500 примерно так же себя чувствуют. Наши ребята близки к нулевым отметкам. РТС чуть ниже 0,4%. МВБ практически у нуля. В общем, все как-то очень и очень нейтрально. Вот, кстати, да, то самое настроение, которое озвучил Илья. Нефть марки Брэн продолжает коррекцию. 112 долларов за баррель показывает. Золото начало сегодня корректироваться. Сейчас 1670. Опять отскакивает. За тройскую унцию. Индикатор, основной индикатор рынка валютного. Евро-доллар. 1,2550 текущая котировка. Собственно, сегодня он достаточно активен, как и все индикаторы валютных рынков. Ну и набор голубых фишек сегодня, в принципе, вблизи нулевой территории. За исключением хотел бы выделить акции МТС. Обыкновенные. Больше 2% сегодня они показали. И Сбербанк прибавляет более чем 1,5%. Вот такая вот картина масла. Итак, друзья мои, мы начнем с вами разговор сейчас. Я обращаюсь к слушателям прежде всего и к вам, уважаемые гости. Разговор о том, что день, дни грядущие нам готовят. Вот мы прежде всего в ожидании выступления господина Бернанки. Какие... Вот, да, тема мы такую заявили сегодня громогласно. Инвесторы ждут сигналов от... Ну, действительно, вот такое ощущение, да, вот глядя на текущие котировки, на движение, вяло текущее. Все что-то ждут. А чего ждут, Илья? Ну, ждут, что мировые центробанки смогут что-то предложить. Давай даже так, я по-другому поставлю. А чего ты ждешь? У тебя нейтральное настроение, я так понимаю, ты тоже в ожидании. В ожидании чего? Говорить об улучшении погоды не приходится. Все, уже осень на дворе. Ну, в летние месяцы, в общем-то, июля-август мы видели достаточно неплохой подъем, который касался, в первую очередь, конечно, развитых рынков Европы и США. В общем-то, наверное, как раз этот подъем, он был во многом и объясним тем, что инвесторы поняли, что после майского, ну, распродаж, серьезного, да, снижения, в общем-то, мировые центробанки должны в какой-то момент мешаться и предложить уже опробованные ранее методы борьбы, собственно, эмиссии. И ожидания этого, в общем-то, подпитывали. Где-то вот уже в августе они, эти ожидания начали более как-то уже оформляться. Более конкретно после того, как ИФРС в своих последних протоколах, последних заседаний более четко дала понять, что, в общем-то, стимулы, возможно, в ближайшем времени уже, в общем-то, будут вновь запущены. Ну, и ЕЦБ тоже не стоял в стороне, также, в общем-то, ну, скажем так, Марио Драги, да, обозначил тоже свою позицию, что, в общем-то. Ну, примерно такую же. Да, по сути, ЕЦБ движется к тому, что будет запущен некий аналог программы количественного смягчения. Илья, на секунду тебя прерву, у нас есть первый телефонный звонок. Видимо, все-таки не у всех нейтральное настроение, да, и наши уважаемые слушатели переживают по поводу грядущих сигналов. Давайте послушаем на прямой линии Александр. Александр, добрый вечер, задавайте свои вопросы. Добрый вечер, я бы не хотел быть таким пессимистичным, все-таки у нас сегодня последний вторник лета, но это позитивным настроением. И вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, а как в ближайшее время сыграет «Ураган» в Америке и предвыборная гонка в Америке на курс бивалютной корзины рубль-доллар? Спасибо. Спасибо, Александр. А еще, пользуясь моментом, хочу передать привет друзьям, кто я вас дал. Спасибо большое. Кому привет. Какое влияние могут оказать на курс рубля? Ну, бивалютные корзины или к доллару, не суть важна. Или, а как ты думаешь? Ну, в общем-то, традиционно в период ураганов, да, когда вот, в общем-то, ну, наступает, да, вот можно спрогнозировать некоторые движения. Понятно, что это, там, как-то спекулятивно, главное, краткосрочно влияет на котировки нефти, то есть поднимает своих стоимость. Ну, продолжительного влияния, конечно, это не оказывает никакого, вот, поэтому, что касается, что касается курса рубля, то, в общем-то, здесь можно отметить, что динамика нефти, она как-то вот в последнее время не сильно влияет. То есть, тут сильный рост достаточно, да, который мы видели, вот, в последней неделе августа, да. Ну, он, как бы, конечно, в некоторой степени, там, привел к определенному укреплению курса национальной валюты, но не так сильно, как мог бы. Да, могло бы и быть и лучше, да, могло бы быть и больше. Да, да, то есть, все-таки инвесторы как-то вот пока достаточно осторожны и существенного аппетита. И в рубль не входит, да, в рублевые активы не входит. Жень, а близость американских выборов, она вообще связана как-то с текущим курсом рубля, ну, или с будущим курсом? Мне вообще кажется, что, действительно, как сказал Илья, очень правильно, мы на нефть уже не оперируем никак практически, да, и, действительно, при текущей стоимости нефти я, честно говоря, ожидал рубль несколько покрепче, чем он стоит сейчас. А, наверное, скажем так, вообще смущает, скажем так, отношение инвесторов к рублю текущей, поскольку даже, ну, наверное, так скажем, несмотря на отсутствие каких-то глобально негативных тенденций, рубль не укрепляется, соответственно, не укрепчает, и нефть достаточно дорого стоит. И я бы хотел сказать, что даже отсутствие, скажем так, только отсутствие рублевой ликвидности как таковой, фактически, в секторе банковском, наверное, даже не подстегивает спрос на валюту. И, наверное, ее изобилие, как раз, наверное, скажем так, и сдерживает рост корзины. Я считаю, что в целом мы, ну, как-то так скажем, слабо, действительно, еще раз повторю, реагируем на нефть, и в ожидании каких-то негативных событий все-таки держим валютные позиции и по доллару, и по евро. Ну, то есть, с этим связано, да, что все-таки рынки ждут каких-то неприятности? Скорее всего, да, все-таки они не выходят пока в рубль как таковой. А как это будет связано, а будет ли связано с выбором? Наверное, скорее всего, мне кажется, от других факторов в данном случае в сентябре, которые уже были озвучены, соответственно, от возможности количественного смещения мы более сильные можем, как скажем так, увидеть движение. Ну, понятно, мы говорим о том, что выборы у нас, да, начало ноября, вот, как минимум, к этому сроку, да, именно в преддверии выборов Соединенных Штатов Америки, может рубль двинуться в какую-нибудь сторону, как ты думаешь? Или? Ну, здесь я думаю, что нужно смотреть все-таки на общий тренд по аппетиту к риску, да, если так вот агрегировано смотреть, то есть, будут ли инвесторы проявлять аппетит к риску? Если они будут проявлять, то рубль, возможно... Ну, хорошо, а выборы в Штатах, они могут повлиять на аппетит к риску, если уж так представить? Вот, если смотреть исторические аналогии, то рынок достаточно неплохо растет и в летние месяцы, в выборные годы, и, соответственно... Осенью. Да, осенью до выборов. Предвыборные ралли, так называемые. То есть, ну, как мы видим, сейчас такая ситуация, что, по сути, растет только американский рынок, то есть, активно, да, мы видим то, что там динамика на развивающихся рынках, на большинстве, на БРИК, на Юго-Восточной Азии, да, если смотреть индексы, то там, ну, далеко не позитивные тренды вообще, и Россия как бы не исключение, то есть, она просто идет в фарватере этого движения. Это, кстати, чем больше всего вызвано, да, если оптимист, ну, растет американский рынок, а вот азиатский, в частности, европейский? Ну, вот, я думаю, что сейчас нельзя сказать, что вот на рынке высокий аппетит к риску, то есть, он, конечно, может быть, сместился от там некоторого там панического уровня в сторону там более какого-то небольшого оптимизма, да, там вот в летние месяцы, но вот как-то серьезно, я думаю, что изменений не было вот в сознании инвесторов, поэтому вполне возможно, что там при росте американского рынка, там, до выборов, да, до ноября, динамика на развивающихся рынках и там по большинству рисковых активов она будет, ну, либо такой флэтовый, да, то есть, как все лето, собственно, да, либо слегка коррекционный даже. Я понял, спасибо, давайте послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем разговор о том, что же ждет нас в недалеком будущем, что дни грядущие нам готовят, разговаривая сегодня с Ильей Фроловым, главным аналитиком Сбербанка, и Евгением Шаленковым, директором департамента активных операций иниционной компании «Велес Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Наш слушатель, кстати, мне показался его вопрос символическим, он говорит, что последний месяц у нас сейчас, или последний вторник лета, вот, и должен быть оптимистичным, ну, наверное, хотя не совсем может быть логичным. Хорошо, итак, мы прервались на новости и говорили о том, что настоящая текущая ситуация, ну, как минимум, ситуация летняя, да, была связана с, а, отсутствием интереса к риску, ну, и достаточно вяло текущими. Да, да, движениями на рынках, отсутствием большого количества участников этого самого рынка, да, в связи с этим небольшая ликвидность, небольшие обороты. А вот ближайшие события, которые и сегодня у нас в теме программы, это выступление главы Федрезерва господина Бена Бернанки на ежегодном мероприятии, да, который собирает глав мировых центральных банков, начнется это мероприятие в пятницу на этой неделе. Так вот, чего же инвесторы, если все-таки эту позицию мы с вами сегодня займем, мы в ожидании, чего же ждут инвесторы от Бернанки, Жень? Ну, ждут уже, наверное, как, или я правильно сказал, в начале количественного смягчения, об этом было заявлено уже всеми и даже моей бабушкой, поэтому я думаю, что здесь мы, скажем так, по-прежнему питаемся словесными интервенциями, которые проходят на долгом промежутке времени, не только от ФРС, но и в Еврозоне. Они от Еврозона ждут примерно того же самого, от Драги, в том числе. Я, честно говоря, и жду, и не жду Бернанки. Объясню смысл всего выражения. Жду, потому что, наверное, хочется какой-то определенности уже, в конце концов, да, увидеть. И, ну, не жду, потому что есть мнение, и мое такое внутреннее, что, наверное, что-то серьезного он на этом, в Лексан Холле, не скажет. И, соответственно, многих инвесторов это может разочаровать или, по крайней мере, отнести их ожидания на более поздние, там, очередные заседания ФРСК, там будет, по-моему, 12-13 сентября, соответственно, отнесется, там, все еще на 6 сентября, по-моему, Драги будет. Да, заседание ЕЦБ. Заседание ЕЦБ, да. И в Германии будет еще суд, да, по выкупу облигаций. То есть, в целом, вся эта история, вся эта словесная перепалка, конечно, действительно, немножко выбила инвесторов из торгов. Они, наверное, ну, кто-то сел уже, тот сидит, ждет, соответственно, да, какого-то, кто еще не сел, тот тоже ждет. Вот, и поэтому мы, собственно говоря, вот в таком вялотекущем... Подвешенном каком-то, да? Подвешенном состоянии болтаемся, да. Ну, в целом, наверное, да, сентябрь, я считаю, что будет, конечно же, поживее, на самом деле, чем август, потому что, наверное, хуже уже некуда, значит, с одной стороны, да, а с другой стороны, тянуть-то им тоже, на самом деле, долго нельзя. И я считаю, что признаки, которые, собственно говоря, ну, в Европе, понятно, там, в отдельных странах уже, в принципе, некоторые страны впали в рецессию, собственно говоря, а в Америке тоже не так все позитивно развивается в экономике и сигналы к замедлению как бы там присутствуют. Наверное, волей-неволей, наверное, что-то придется не то, чтобы говорить даже, но еще и желательно делать, на самом деле. А ничего не ралит рынок, как свежие деньги. Ну, вот, и когда они туда поступят, соответственно, либо от выкупа бандов и ЦБ, либо, соответственно, от ФРС, ничего нового мы там позитивного не увидим. Ну, хуже бы не было, если бы инвесторы бы не начали все это дело распорядать. Но я думаю, что продавать не будут сильно, потому что, на самом деле, так или иначе, есть какой-то фактор неизбежности, вопрос просто тайминга, когда это произойдет. Ну, вот, я не очень уверен в том, что это будет именно в пятницу. Ну, то есть, другими словами, да, мы понимаем, вариантов-то не так много, что должно случиться? По большому счету, все помнят восьмой год и как это все происходило, и что, скажем так, рынки реанимировало. Ну, наверное, просто ничего нового за это время не придумали. А восьмой год, это сейчас на что ты ссылку? Восьмой год, это... Ну, я считаю, что просто деньги, которые влились в экономику, они так или иначе поддержали, на самом деле... Ну, то есть, это уже пост-кризис, да? Ну, фактически, да, на самом деле, так или иначе, мы в этом году уже увидели их приток на рынок, соответственно. Да и даже, на самом деле, я вспомню буквально, извиняюсь, что продолжу свою долгоиграющую мысль, в декабре месяце сего года, не сего, а прошлого, простите, уже тоже ЕЦБ, по-моему, делал определенные трехлетние, по-моему, беззалоговые кредиты, и, как мне кажется, это тоже, скажем так, стимулировало, на самом деле, рынки на рост отчасти. То есть, мы увидели и приток, на самом деле, от нерезидентов больших в России, и аппетит резко усилился, собственно, рубль крепчал, мы на всех рынках, на эквете и на фиксах увидели, соответственно, рост до конца первого квартала, фактически. Но, что сменилось потом уже апрельско-майская, там, скажем, коррекция. Хорошо, давайте вернемся к Бернанке, действительно, собственно, тут, как бы, все предельно ясно, наверное, да, то есть, сигнал либо да, либо нет. Это другой вопрос, когда этот сигнал поступит. Но я хотел бы, вот, о чем спросить, Илья, смотри, мы говорим о том, что, ну, в частности, третий этап, или, в принципе, да, программа коллектива смягчения, они прежде всего направлены на то, чтобы каким-то образом стимулировать экономический рост, экономический. Не интереса к риску, да, пресловутого, не, так сказать, подстегнуть спекулянтов, да, интерес спекулятивный, а именно рост экономический. Если, ну, давайте от ожиданий, да, исходить, если сейчас присутствует ли такая логика, что третий этап количества смягчения именно будет стимуном для экономического роста, а не опять непонятным ростом спекулятивного интереса и, соответственно, запредельных котировок на всех площадках? Как ты думаешь? Ну, если смотреть прямо сейчас на ситуацию, которая складывается в экономике, то, наверное, острой потребности в третьем этапе нет, так вот объективно говоря, потому что, ну, понятно, если смотреть просто хронологически, да, первая программа, ну, понятно, да, это вот там фактически вот когда и рынки, экономика находились там в эпицентре кризиса, да, была необходимость что-то сделать. Вторая программа, по сути, она позволила преодолеть некоторую дефляционную яму, в которую могла попасть экономика. Сейчас никакого существенного замедления в экономике, ни вот опасений дефляции их нет. Даже если, извините, вот вспомнить, да, оптимизм прошлой недели, когда рынки реагировали на публикацию протоколов, да, предыдущего заседания Федрезерва, так называемые минутки, вот там кто-то увидел, да, намек на то, что программа, скорее всего, будет третий этап и этот оптимизм. Ну, насколько краткосрочным он оказался, потому что, на самом деле, никаких там, по большому счету, сигналов нет и информация-то оказалась уже не такой свежей, что ли, да, как выражался один из глав регионального банка. Ну, да. Ну, то есть ФРС, в принципе, дает обещание, что там в случае какого-то существенного ухудшения она готова действовать, да, она готова там применять опробованные механизмы. Но мне кажется, что, что касается вот выступления Бена Бернанки и, возможно, даже ближайшего заседания ФРС, то, ну, каких-то серьезных подвижек, я думаю, что не будет. То есть Бернанки, скорее всего, ограничится уже тем, что, в общем-то, рынки так знают, да, то, что они от него неоднократно слышали, то, что все то же самое, да, то, что, да, мы готовы действовать, но там не сейчас, да, через какое-то время, возможно. Вот. Поэтому, возможно, фокус сместится, ну, да, там, возможно, будет какое-то краткосрочное там разочарование, но оно будет очень недолговременным. Я думаю, что фокус как раз смещается больше на ЕЦБ сейчас, и вот важно, что скажут Драги. А Драги, как сегодня стало известно, он не поедет на Джексон Холл, и, соответственно, в общем-то... То есть он себе соломку, да, решил подстелить? Да, видимо, он действительно хотел чем-то порадовать, но... Ему сказали рано еще, да? Я думаю, что это, наверное, связано с позицией, опять же, Германии, потому что мы видели, да, вот на прошлой неделе, на этой неделе, да, и представители ЕЦБ, и Ангела Меркель, в общем, далее, ясно понять, что выкупа не будет. То есть, вот, позиция Германии совершенно четкая, да, пока, и, видимо, она изменится только тогда, когда вот произойдет какое-то вот серьезное ухудшение, скажем так. Скорее всего, оно будет связано с долговым рынком, то есть, я думаю, что... И с долговым рынком кого прежде всего? Я сегодня... Я думаю, Испания, Италия, в первую очередь, да, потому что я сегодня следил за размещениями испанскими, там, в принципе, такие доходности-то не слишком высокие. Ну, там, скорее, авансом как-то вот... Ну, может быть, да. Да, потому что я думаю, что вот сейчас малейшее разочарование все-таки, если произойдет, да, если в сентябре не будет каких-то существенных вот сюрпризов от ЕЦБ, то, я думаю, это неминуемо скажется на доходности. Они опять ведут на критические отметки, и, в общем, Мариан Рахой, да, премьер-министр Испании уже, по-моему, чуть ли не публично сказал, что вот если программы выкупа не будет от ЕЦБ, то мы обращаемся за помощью. То есть, вполне возможно, что вот середина сентября станет вот таким... Ключевой. Некоторым, да, ключевой в том плане, что вот будет некоторый шок для рынков уже на этот раз страны Испании, потому что Испания станет уже фактически шестой страной. То есть, я правильно тебя понимаю? Смотри, если мы все-таки вернемся к разговору о выступлении господина Бернанки, он-то не задаст, что ли, да, направление рынком. Он может, так сказать, ну, его выступление может повысить волатильность краткосрочно, да, а потом все-таки опять мы будем в фокусе держать уже непосредственно ситуацию в еврозоне. А вот когда там наступит, да, существенное ухудшение, ну, улучшение-то неоткуда, наверное, тоже там ждать, существенное ухудшение, вот здесь-то, да, и мы увидим движение и, скорее всего, движение. Как ты думаешь, Жень? Ну, я думаю, что Бернанки может задать краткосрочно, если он неожиданно что-то конкретное скажет. Ну, то есть, то, что, наверное... Ну, ты, тем не менее, в это не веришь, да, да, что он что-то конкретное скажет. Это вообще, если вспоминать его, да, большинство выступлений, это не его манера, конкретное что-то говорит. Ну, в целом, наверное, уже к этому все немножко даже привыкли. Чуть-чуть, да. А то, что много действительно будет зависеть от СБ, это действительно безусловный факт. И проблемы-то в Европе, они, в любом случае, не рассосутся, так или иначе. Ну, что бы ни сказал Бернанки, ну, это им, в любом случае, придется решать свои вопросы, так или иначе, и договариваться внутри себя, и договариваться с Германией. Я понял. Есть вопрос у нас, Денис из Москвы пишет, ну, опять-таки, уж поскольку сейчас эту тему мы обсуждаем, его мысль по поводу количества мягчей. Зачем все ждут QE3, говорит он, все равно все деньги отсоединят в банках, и до населения ничего не дойдет. Безработица в Штатах-то никуда не девалась, а в оливковых странах вообще зашкаливает. Ну, порастет немного рынок и снова вниз. Кризис никуда не делся, фундаментальных изменений не видно. Илья, насколько позиция верна нашего слушателя? Ну, я так понимаю, вот, да, вкратце, если изложить его позицию, то даже если и будет QE3, оно никакого влияния на экономику не окажет. Да, ну, слушатель имеет в виду, наверное, что все-таки количество мягчений, оно оказывает некоторое краткосрочное влияние, то есть на несколько месяцев, да. Мы видим, что при, ну, в те периоды, да, когда рынки не получают подпитки от стимулов количественных, на примере США, то, в общем-то, и аппетит к риску пропадает, и в экономике как-то вот начинается некоторое ухудшение наблюдаться, да. То есть, да, сейчас, наверное, экономика и рынки, да, все зависит, по сути, вот, вот, постоянного притока ликвидности, который обеспечивает Центробанки. А коренного... По сути, это единственный способ, да? Я благодарю тебя, давай послушаем новости, потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, напомню, сегодня в гостях Илья Фролов, главный Олентин Сбербанка, и Евгений Ширенков, директор Департамента активных операций и инвестиционной компании «Велес Капитал». Ну что ж, мы с нетерпением, как люди близкие, да, близкие к рынку, мы с нетерпением ждем ближайших событий, макроэкономических, в частности, выступлений глав Центробанков, ну и дальше по списку. Мне показалось, сейчас акцент наш сместился, ну, по крайней мере, вот из разговора с моими уважаемыми коллегами, акцент нас сместился. От Бернанки все-таки мы не ждем никаких стратегических решений, ну, если и скажет он чего-то, рынки на это отреагируют краткосрочно, да, и будут ждать все же вектор мы сейчас определяем основной, это еврозона и дальнейшее развитие кризиса в этой самой зоне. Прежде чем мы продолжим в этом разговор, я хотел бы зачитать вопрос Дениса из Москвы, который, даже не вопрос, а, наверное, его очередное мнение. Я считаю, пишет Денис, что курс рубля с некоторых пор стал очень хорошим политическим барометром. Во как. Другого объяснения текущих курсов рубля, наверное, при текущей нефти я не вижу. Что вы по этому поводу думаете, Жень? Ну, я думаю, что, как, мне кажется... Ну, интересно, политический баромет, да, как это понять, политический? Политический это вот можно усмотреть, наверное, просто как дешевый рубль выгоден, соответственно, для Минфина, для исполнения, собственно говоря, расходов бюджета. И, наверное, это, может быть, было актуально, наверное, при другой, действительно, стоимости нефти. Ну, то есть весной, когда мы уходили на 90 долларов, то действительно мы видели резкое ослабление, собственно, гая рубля. Что было логично, да? Это было вполне логично, да. При текущей ситуации, наверное, и при том профиците, с которым мы закрыли полгода, ну, я думаю, что это не является как таковым инструментом для власти в моменте, да, скажем так. И, наверное, только в случае какого-то глобального ухудшения мировой экономики, соответственно, мы снова можем прибегнуть к девальвации какой-то. Но так или иначе, в любом случае, надо понимать, что текущее состояние, текущий курс рубля, наверное, скорее всего, в него заложены возможные негативные последствия и негативные реакции на ухудшение глобальной экономики. Соответственно, да, и ухудшение, соответственно, в данном случае для России, которое неминуемо произойдет тоже. Ну, понятно. Здесь есть некие ожидания грядущих перемен, грядущих катастроф, ну, слово нехорошее, но понятно, о чем идет речь. Сейчас мы, собственно, об этом с вами поговорим. Я в очередной раз единственное хочу напомнить, уважаемые слушатели, телефон в студию, если вы захотите задать вопрос или поделиться своим мнением. Телефон 6510-99-6, адрес финам.фм. Задавайте вопросы и, собственно, рассуждайте по этому поводу. Итак, смотрим сейчас на Еврозону. Ну, не знаю, опять, чтобы это не выглядело сериалом. Несколько дней назад одни из наших коллег сравнили разговор о кризисе в Еврозоне с небезызвестной Санта-Барбарой в свое время, когда-то шедшей на экранах телевизора. Я просто к чему говорю, мы вот несколько минут назад с Ильей обсуждали, что вероятно, вероятно, да, ухудшение ситуации в Еврозоне следующее, так сказать, будет связано с проблемами Испании, да, с проблемами Испании, с невозможностью ее платить по своим долгам. Ну, это актуально, это действительно так, несмотря на то, что сейчас вроде бы, да, это не такой, да, острый еще момент. А как мы-то, мы как-то прогрессию забыли, вот это мне. То есть мы ее списали со счетов уже, Илья, со всем. Где-то я сегодня прочел, что, в принципе, уже в недрах Евросоюза готовится уже план по выходу ее, да, план мероприятий. Уже заказывают оркестр, уже там, значит, банкет по этому поводу, видимо, какой-то. То есть Грецию мы списали, мы вообще сейчас, да, не смотрим, что там происходит. Ну, мы ее не списали совсем, естественно, со счетов, но я думаю, что фокус все-таки сместился больше сейчас в сторону других стран, подверженных, да, вот этим риском долгалом в Европе. И сейчас, по сути, вот это Испания и Италия. Ну, что касается Греции, в общем-то, тут основное, наверное, на что нужно смотреть, да, это способность обновленного правительства, да, выполнять меры жесткой экономии. Конечно, понятно, что... Ну, это способность под вопросом, потому что недалее, как на прошлой неделе, да, господин премьер-министр по фамилии Самарас, все время я вспоминаю, Самару городок, сразу же фамилию Смарас, он приезжал и уже, да, еще не началось ничего, он уже говорит, ребят, дайте мне еще два года отсрочки, потому что мы, скорее всего, не сможем. Ну, это же, это же не серьезно, не? Как тут можно с такими людьми общаться? Ну, фактически, я думаю, что дефолт Греции, может быть, изначально, ну, не начально, может быть, частично уже заложен, на самом деле, в текущих ценах и котировках на многие вещи. Ну, вот я и хотел спросить, да, чтобы мы уже все ее, Грецию-то... Мне кажется, конечно, более существенное влияние на движение рынков будут влиять глобальные страны, которые определяют, соответственно, еврозон отчасти, и Италии, и Испания, соответственно. Вот, и хотел бы, наверное, добавить такую еще мысль, что, как таковая, будучи, мне кажется, очень важного момента на самом деле, каким образом будет Греция выходить, соответственно, и каким образом другие страны, как будто это работа механизм выхода из еврозона, потому что, может быть, за ним будут последовательные какие-то другие проблемные страны, тоже такого мелкомасштаба, типа, там, Португалия, например, соответственно. Как на это будут реагировать инвесторы, как они воспримут, соответственно, те шаги, которые позволят им в дальнейшем все-таки даже при, может быть, какая-то будет реструктуризация с выходом, соответственно, дополнительно. Так или иначе, по протере инвесторов они будут, наверное, не так велики, но механизм, наверное, в данном случае будет очень важен, и показатель для других стран, как бы, для дальнейшего разворачивания. Ну да, ну то есть, вот, выход из еврозоны сам по себе, да, это еще обязательно сопровождается дефолтом, да, то есть, отказом от обязательств, естественно, потерями инвесторов, да, вот они должны в этом случае каким-то образом тоже для себя найти некую золотую середину. Хорошо, значит, давайте тогда... А, Женя, у меня к тебе вопрос, все-таки ты у нас непосредственно с рынком взаимодействуешь, да? Пытаешься. Пытаешься, да. Вот по поводу этого как раз я и хотел бы задать вопрос. Настоящий момент, вот даже брать сегодня, там, завтра, послезавтра, ну и, если можно, там, ближайшие несколько недель, какие действия активные на рынке можно совершать, чтобы заработать денег? Возможно ли вообще какие-то действия сейчас? А какие рынки интересуют в частности? Ну давай о нашем фондовом поговорим. На акциях? Да. Ну, на акциях у меня, лично мой взгляд, на самом деле, никак не поменялся. За последние несколько месяцев я торгую только в пиле и на этой синусоиде. Ну, то есть, условно говоря, если на позитивных новостях выносят, то, наверное, скорее всего, я сел, а если будет какой-то негатив, я бай. Примерно так. И я эту пилу, на самом деле, уже, ну, для себя, по крайней мере, доволюдаю достаточно. Ну, что, месяца три? Ну, примерно, да, вот, собственно говоря, как мы... У тебя робот торгует какой-то или ты вручную? Ну, я стараюсь вручную торговать, но, честно говоря, на какие-то промежутки времени я просто отключаюсь от того, что происходит на бирже, если я не вижу только какого-то движения, наверное, скажем так, в отдельных бумагах или, наверное, скажем так, каких-то корпоративных историй, на которые, в принципе, наверное, простому физическому лицу доступ заказан. А профессиональный брокер, который видит потоки, скажем так, или общается с имитентами, или общается с менеджментом, или акционерами, которые контролируют блок-пакеты, или бюджетарные акционеры, соответственно, то... Ну, в частности, мы то, что видели, например, в ТГКшках там, да, условно говоря. То есть, как бы все аналитики не кричали в один голос, что все очень плохо, в том числе и мои тоже. Ну, вот я это каждую неделю регулярно слышу, но при этом мы видим очень сильное движение по одному сектору, соответственно, за короткий промежуток времени. Но я не очень верю в то, что, ну, то есть, как бы, дай бог, если простой инвестор может такие вещи, скажем так, прочекать, оценить, соответственно, да, и в этом поучаствовать. Не только прогрев со стороны там, соответственно, а еще и с нудингами. Ну, у нас был, вот, по-моему, на прошлой неделе один из слушателей звонил, как раз, да, и, наверное... Я хотел сказать, что, на самом деле, в сентябре это все может поменяться, поэтому, собственно говоря, вот сейчас это так, наверное, да, но это не значит, что так же я буду глядеть на это дело через неделю или две, да, примерно. То есть, это все равно надо как-то так или иначе быть в рынке, быть на нем, если ты в нем торгуешь. И твое мнение может легко меняться под действием внешних сигналов. Ну, да. Вот, кстати, ты говорил о пиле, и на каком инструменте ты в основном работал в диапазоне? Ну, я в основном торгую ликвидом. Ну, это спотовый рынок. И индекс линды? Ну, форцом меньше, соответственно, наверное, это, как, скажем, я для себя фишки воспринимаю наиболее адекватно. Илья, вот о ТГК-шках заговорили, ты закивал головой. Есть какая-то у тебя по этому поводу? Не, ну, мы видели очень существенный рост, в общем-то, там. Я бы добавил ни на чем, мой свет, да? Да, корректно, так сказать, ни на чем. Без какого-либо основного фона, да. В общем-то, ну, это, наверное, одна из самых ярких вообще историй за это лето, в общем, которые видели на рынке акций. Вот. Ну, вот смотри, с одной стороны, можно ли, ну, даже сейчас уже постфакту, можно ли сказать, в чем причина была для роста этих акций? А с другой стороны, можно ли было, ну, спрогнозировать, да, предугадать слова нехорошие, вот, но можно ли было в этом поучаствовать еще до начала этого движения? Не, ну, можно только догадываться, в общем-то, наверное, история все-таки одна, там, по сути, такая основная, да, это консолидация, в общем-то, на базе ТГК-9. И возможность слияния активов с Газпромом, то есть, по всей видимости, вот это и двигало котировки, и, собственно, связано, наверное, это было с тем, что бумаги сильно подешевели, а оценка активов, которая, как правило, проводится перед какими-то крупными сделками, она проводится по, ну, некой, там, справедливой, там, цене, да, то есть, делается вот независимым оценщиком. И, по всей видимости, она была выше, чем котировки текущие, и, собственно, вот, кто-то на этом сыграл. Я думаю, конечно же, что тем, кому была интересна высокая стоимость активов целиком, те, собственно говоря, и разгоняли бумагу, и не одну, а те, которые им были, собственно говоря, интересны. Ну, дальше можно просто проводить аналогии, на самом деле, кому это может быть выгодно, соответственно, и в чьих интересах, как бы, это все покупалось. А может, кого-то сначала до этого просто еще и высаживали, чтобы, опять же, так же, нынче собрать какой-то более-менее нормальный еще, консолидировать, скажем так, пакет. Ну, вот, это тоже может быть. И вообще, наверное, в целом, наверное, я думаю, что на, как бы, аналогии таким вещам, такие вещи редко случаются, да, аналогии искать, наверное, сложно, но я бы хотел все-таки, на самом деле, чтобы наши потенциальные, ну, не потенциальные, а наши слушатели и инвесторы обращали внимание на те движения, достаточно резким помогом, которые происходят, потому что за ними всегда наверняка идет какая-то, может быть, корпоративная история, так или иначе, если есть... Которая еще неизвестна, да? Ну, которая, скажем так, может быть, уже начала как-то разыгрываться, соответственно, и если ты действительно, ну, не имеешь доступа к каким-то серьезным потокам и людям, которые их совершают, то, по крайней мере, за этим стоит наблюдать, и я думаю, что дешевая стоимость потенциально интересных активов не должна смущать, на самом деле, инвестора от вложения в данную бумагу, то есть, если все очень сильно, ну, опять же, есть еще такой момент, как не только сделки по слиянию активов, соответственно, но есть еще и в текущем рынке очень много активов, например, бывает, какого-то заложено, соответственно, так или иначе, и не всем нашим олигархам, словно говоря, выгодно иметь, даже не что выгодно, а комфортно иметь дешевый залог, потому что им нужно доносить, соответственно, если у них активы заложены, соответственно, то им надо доносить дополнительные пакеты этих акций, для того, чтобы не было мороженкового, как такового, и бывает проще бумажку-то немножко подобрать, собственно говоря, и потянуть ее наверх, чтобы твоя залога стоимость там погодить не обесценилась, и на этом частный инвестор вполне может сыграть, на самом деле. Женя, спасибо, послушаем новости, потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, осталась у нас последняя часть, мы будем сейчас в основном подводить итоги, говорить, что же в сухом остатке. Напомню, в гостях сегодня Илья Фролов, главный аналитик Сбербанка, и Евгений Ширенков, директор департамента активных операций инвестиционной компании «Велес Капитал». Мы прервались на новости, ушли на новости, разговаривая. Женя предложил эту тему, замечательный пример о том, во-первых, как можно зарабатывать на движении в диапазоне. Вот предложил практически три месяца, да, рынок движется в диапазоне и дает возможность зарабатывать, собственно, ничего в этом страшного нет. Также появляются некие интересные идеи, вот примером послужили ТГК. И если не возражаете, уважаемые гости, вот я опять смотрю на текущий рынок, акции, обыкновенные акции МТС прибавляют уже 3 с лишним процента. Что с ними случилось сегодня, Илья? Или лучше, да, я уже не спрошу, потому что Сбербанк тоже прибавляет почти 2 процента, и это будет уже вопросом. С Сбербанком-то попроще, они все-таки завтра отчитываются, и, видимо, отчитаются вполне хорошо, поэтому завтра их, наверное, будут продавать. Это нормально, да. А что с МТС? Что с ним? Ну, это достаточно для меня, например, очень странная история, в том смысле, что текущие новости по компании не очень, с одной стороны, позитивны, потому что достаточно большие списания, они отчитались с убытком за второй квартал, списали, по-моему, если не ошибаюсь, 579 миллионов долларов за оборудование, за что-то еще в Узбекистане, соответственно, еще 500 миллионов долларов там заложили. А чем, кстати, история эта закончилась в Узбекистане? Так отобрали лицензию, да, соответственно, и единственное, может быть, как мне кажется, это фундаментальные показатели, как бы, компании консолидированной, они, в принципе, хуже не стали, они стали, по-моему, даже лучше, у них IPO вырос, по-моему, за второй квартал, и еще среднюю месячную выручку надо, ну, какие-то еще вещи, я сейчас не готов, на самом деле, в деталях, да, об этом говорить, но, мне кажется, может быть, с учетом даже этих списаний, как было сказано, что больше не будет, за Узбекистан ничего списанного, потому что еще, ну, остались еще, были списаны из прибыли резервы по налогам и еще каким-то, соответственно, за возможные на судебные, скажем так, дела. Я думаю, что просто фундаментально, может быть, оценили, что даже, вот, все эти негативные факторы уже в цене, и если дальше компания будет генерировать по-прежнему, соответственно, прибыль в 3-4 квартале, то в данном случае это, может быть, сейчас уже это интересно, скажем так, пока, да, а суд судом, всякое может быть, может, они еще это как-то оспорят, ну, понятно, что это вопрос времени, и там еще будет долгое разбирательство, ну, вот, наверное, может быть, только на том фоне, что хуже просто, наверное, уже не будет, поэтому можно попробовать. Ну, такое часто бывает, да, что хуже некуда, значит, все будет хорошо. Ну, примерно так, да, этот серий. Так, хорошо, давайте тогда мы вернемся к общей картине маслом, значит, разговор о ожиданиях выступления Бернанки мы сегодня отметили с вами, далее мы ждем историй от Европейского Центрального Банка, да, соответственно, информации Еврозоны, я упустили мы немножко разговор, ну, если возражаете, упоминание о Китае, наверное, есть смысл об этом поговорить, и, кстати, сегодня ночью тоже, да, ну, видимо, спекулятивно, но, тем не менее, достаточно, достаточно острая была история, когда власти Японии, да, сегодня, не читали вы, или я не читал, власти Японии выставили с заявлением по поводу того, что замедляется, да, ну, и мировая экономика, и прогнозируют замедление экономики Японии, и, собственно, и обвалило, и индикаторы азиатских, азиатских рынков, и иена укрепилась там практически, практически на 80 пунктов в моменте, ну, потом все это дело отскочило, вот как выглядит азиатский регион, ну, и его флагман, если говорить о Китае. Ну, в общем-то, китайская экономика, мы видим, что она, ну, скажем так, постепенно, не очень быстрыми темпами, да, замедляется. Но замедляется все же. Да, видно, очевидно. Но здесь сложно, как бы, говорить, вот, имея те данные, которые поступают, потому что зачастую они, в общем-то, расходятся. Те же PMI, там, например, да, официальный, очень объективный, независимый, да. То есть официальный указывает на по-прежнему присутствующий, да, экономический рост, неофициальный, в общем-то, на то, что китайская экономика находится в рецессии уже несколько месяцев. То есть реальная, да, картина, возможно, она еще более печальная. Конечно, не хочется в это верить, да. Вот. Ну, в общем-то, здесь, по сути, я думаю, что основная причина это то, что вот та экспортная модель экономики, которая выстраивалась, она, в общем, тебя потихоньку изживает, потому что те рынки сбыта, когда, собственно, поставлялась, да, ну, и поставляется продукция китайская. Ну, то есть основной ориентир это внешний рынок, да, внутреннего спроса в Китае. Они сужаются, да, соответственно, внутренний рынок, те объемы, которые, собственно, остаются невостребованными, да, он переварить не может пока. поэтому здесь, наверное, ну, по сути, основной, да, такой некоторый драйвер для роста может быть опять возврат к реализации каких-то крупных инфраструктурных проектов. Китая. То есть наращивание госрасходов, опять же, ну, на некоторое время, наверное, это поможет, по крайней мере, вот избежать какого-то серьезного там падения, да, вот, но долгосрочно, конечно, нужно искать какие-то драйверы и, в общем-то, наверное, как-то все более-менее определиться только после, ну, скажем так, смены, да, власти, которая произойдет в конце года, опять же, когда, собственно, будет назначен новый, да, генсекретарь, и, собственно, вот, возможно, что он каким-то образом поменяет политику, вот, которую проводил всего предшественника, да, посмотрим. Ну, посмотрим, да, а до этого времени все-таки ты больше чем слоняешься, что будет продолжать Китай замедляться? Ну, как-то серьезно, наверное, он, там, вот, падать не будет, да, но постепенно, да, дела, активность надо будет сокращаться. Любопытно, мы вчера обсуждали в связи с Китаем как раз один из индикаторов интереса к риску валютного рынка, это австралийский доллар, и один из наших коллег вот вчера утверждал, что он, тренд восходящий развернулся, и он смотрит глубоко вниз по австралийцу, можете прокомментировать это, Жень? Ну, по австралийцу я не смотрел, но тоже слышал, что, да, австралийский доллар корректируется, соответственно, и вот, кустовая стоимость падает. Я просто хотел, наверное, немножко еще пару слов добавить про Китай, если честно, потому что, мне это, наверное, чуть-чуть ближе, я хотел сказать, что Китай все-таки, уже, по-моему, если не ошибаюсь, с прошлого года, немножко ожидая, видимо, что морковая экономика будет замедляться, и, соответственно, спрос действительно на экспорт будет тоже снижаться, что, конечно, негативность кажется для экономики Китая, они переориентировались немножко, мне кажется, или пытаются переориентироваться на внутренние спросы, развивать действительно свою инфраструктуру, надо сказать о том, что Китай постоянно все-таки увеличивает денежную массу, как таковую, и все это, мне так положится, расходами в различные отрасли китайского народного хозяйства, и постепенно, соответственно, увеличивает, наверное, доходы, соответственно, своих граждан. Ну, то есть, есть ли возможность, да, у Китая увеличить внутренний спрос? У них потенциал для этого есть, это, безусловно, немножко сгладит, это будет такая, может быть, мягкая просадка для китайского народного они сильно не должны будут упасть, да, в целом, и, ну, и с другой стороны, расти постоянно такими темпами, как Роскитай, может, только если все везде хорошо, наверное, скажем так, что и было, да, а теперь это надо просто мягко посадить, скажем так, да, и, ну, все равно остаться, как бы, с хорошими темпами, тем более у них есть достаточно большой потенциал. А про Австралию, мне кажется, это Илья лучше скажет, ну, и про австралийский доллар. Ну, да, про доллар, про доллар. Есть у тебя мнения какие-то по этому поводу? Все-таки, опять, если мы вспомнили о Китае, да, близость Австралии, и, соответственно, связь, фундаментальная, да, макроэкономическая связь между двумя этими экономиками, ну, и, опять-таки, вот я, все-таки, австралийский доллар, как именно индикатор к риску, мы, безусловно, наблюдаем его рост, когда все хорошо, когда растут цены на сырье, да, когда растет желание инвесторов рисковать, вот сейчас, наоборот, и утверждение, что австралиец развернулся, то есть, да, восходящий тренд сменился нисходящим, это значит, интерес к риску пропадает, и, по большому счету, ничего хорошего от экономики нам уже не ждать. Ладно, тогда я, Илья, твое мнение чуть позже, давайте, у нас есть на связи слушатель, его зовут Наталья, Наталья, добрый вечер, задавайте вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как сильно спрос США влияет на предложение Китая? Спрос из США на предложение из Китая. Спасибо, Наташ. Илья? Ну, США, наряду с Европой, в общем-то, являются ключевыми потребителями продукции, да, экспорта Китая. Ну, то есть, пресловутые замедления китайские, да, как раз связаны и с замедлением Штатов, и прежде всего замедлением... В первую очередь, Европа, просадки Европы. Европа потребляет больше, чем США, но там незначительный разрыв, то есть, в основном, на время влияет, я думаю, что Европа, пока, да, но в США, в общем-то, мы тоже видим некоторое охлаждение вот во втором квартале. Посмотрим, что будет, конечно, в третьем, либо по каким-то вот базовым макроэкономическим индикаторам там вот, ну, серьезного спада не должно быть. По штатам ты имеешься? Завтра, кстати, пересмотрены и ВВП за второй квартал, да? Да. Посмотрим, что там будет, но я не думаю, что там будет сильно как-то она, ну, в какую-то сторону, да, отклониться от первой оценки. То есть, скорее всего, будет близко. Причем, опять забавно, да, мы сейчас возвращаемся, ну, уже будем подводить итоги потихоньку. Возвращаюсь я к ожиданию выступления Бернанки. Завтра ВВП пересмотрен за второй квартал, и вот от этого тоже опять могут возникнуть какие-то, да, ожидания участников рынка, хорошее ВВП, значит, не нужно никакого, да, количества смягчения, и все, значит, вниз ринулись. Плохое ВВП, значит, будет, вот это парадокс нынешнего времени, я все время забавно всегда, знаете, да, все плохо в Америке, а все растут. А зачем рады? Ну, как же, денег же дадут, боже мой, забавно. Ну, что ж, дорогие друзья, я потихонечку буду закругляться. Во-первых, я напомню, сегодня в гостях у меня замечательные люди, Илья Фролов, главный аналитик Сбербанка, Евгений Шеленков, директор департамента активных операций инвестиционной компании Велес Капитал. Мы обсуждали ближайшие события на финансовых площадках и выяснили, что это самые ближайшие события и выступления господина Бернанки скорее всего, да, стратегических никаких движений на рынке не принесет, ну, повысит волатильность традиционно, да, и добавит каких-то спекулятивных ожиданий. А вот о более-менее среднесрочных тенденциях, наверное, мы будем судить уже в середине сентября после, а, заседания Европейского Центробанка в начале, б, после исхода Конституционного Суда Германии по поводу, да, ЕСМ, да, так это звучит. И, соответственно, заседание Федеризерова в середине сентября. Вот примерно такие у нас с вами впереди события. Ну, а традиционно я хочу напомнить, что, несмотря на погоду за окном, мы всегда, и Женя сегодня это подтвердил, всегда находим возможность зарабатывать, чего мы вам искренне желаем. Всего хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok